Человек видит мир трехмерным. Он легко может оценить удаленность объекта и глубину пространства. Но традиционные технические средства умеют фиксировать исключительно плоскую картинку. Только в последние годы появились устройства и методы, способные работать с трехмерным, объемным изображением. Компания Vakort Telecom вышла на передний край трехмерного моделирования, и первой ее задачей стало трехмерное распознавание лица человека. У нас одна пара камер, она реконструирует левую половину лица, а вторая пара камер реконструирует правую половину лица. И после этого происходит сшивка этих двух изображений. Таким образом, у нас независимо от того, как человек поворачивается, то есть он может достаточно сильно повернуться, тем не менее, мы получаем полную модель лица человека. Устройство, разработанное компанией Vakort, способно узнать человека, который не смотрит в камеру, а просто идет мимо. Не мешают распознаванию ни очки, ни борода, ни улыбка. Это облегчает работу служб безопасности и устраняет неудобства, которые испытывают люди, проходя контроль. Им не нужно останавливаться и замирать перед камерой. Возможности тонкого анализа мимики позволяют использовать разработку компании Vakort даже в качестве детектора лжи. Мы не втыкаем в человека различные иголки и не вжаляем ему в мозг электроды, а мы просто следим за его выражением лица, мы следим за движением его глаз. И, соответственно, очень точно оценивая эти параметры, мы можем каким-то образом заменить то, что нам дают традиционный полиграф. Проблема распознавания образов, она очень старая. И впервые эта проблематика была поставлена еще родоначальниками такой отрасли науки, как искусственный интеллект. Первые серьезные успехи в распознавании образов мы можем, кстати, записать, опять же, в актив российской компании. Это команда Давида Яда и, соответственно, компания Эбби, которые создали систему распознавания текста. Основное направление деятельности компании Vakort – цифровые системы безопасности. История этого высокотехнологичного бизнеса началась в 90-е годы, задолго до появления 3D-технологий. Тогда выпускник физтеха Дмитрий Заворикин обратил внимание на то, с какими проблемами сталкиваются компании и организации при обработке больших объемов аудиоинформации, в первую очередь телефонных вызовов. Для хранения записей тогда использовались магнитофонные бобины. Это было дорого и неудобно. Заворикин решил разработать специализированную плату, которая сохраняла бы вызовы на жестком диске. И вот мы увидели простое применение. Можно же взять просто компьютерную плату, которая позволяет вводить сигналы и на ее базе, сделать аналог магнитофона, который будет стоить в 10-100 раз дешевле, многодорожечного магнитофона. Что и было сделано. И первая поставка наша была вот такой многоканальный магнитофон. Первыми покупателями системы автоматической регистрации вызовов стали коммерческие банки, которые приобретали продукт Ваккорда для записи разговоров сотрудников с клиентами. Системы аудиорегистрации стали основой финансовой независимости компании. Они многократно менялись и усовершенствовались, но до сих пор клиенты используют систему, установленную еще в 90-е годы. Устойчивые продажи позволили Ваккорду вкладывать средства и силы в новые рисковые разработки. И не всегда компании сопутствовал финансовый успех. Так, относительно неудачей, закончилась разработка IP-шлюза. Устройство, позволяющее передавать телефонный вызов по глобальной сети. Хотя с этой разработкой Ваккорде связывали большие надежды. Наша IP-телефония наконец заработала. У нас в этот момент появился покорейский партнер, которого для того, чтобы уже окончательно поставить точку в переговорах, мы пригласили для демонстрации нашей технологии в Москву. То есть он приехал вместе с экспертом, и они должны были сами, своими руками, глазами, ушами оценить, как все это работает. Единственная была проблема у нас, что она у нас работала не всегда. Иногда звук в одну сторону не открывался. Естественно, перед демонстрацией мы провели 10 проверок, все 10 раз все замечательно сработало. И 11 раз мы уже делаем звонок вместе с нашим корейским будущим партнером, как оказалось, и звук не открывается, естественно. Ну, он должен был не открыться. Что нас спасло, что он не открылся в мою сторону, соответственно, я его не слышал. Но благодаря тому, что офис у нас был маленький, а двери были открыты, я слышал, что он говорил через открытую дверь. И поэтому мог поддерживать такую вполне осмысленную беседу. Следующим шагом развития Ваккорда стала разработка систем видеонаблюдения. Причем компания сразу ориентировалась на работу с видео высокого разрешения и создание мощных многоканальных систем, обрабатывающих видео сразу от нескольких камер наблюдения. Очень сильная команда у нас была, техническая. В общем-то, мы искали приложение своим усилием. И, как само собой разумеется, обработка медиа информации, звук, следующий на порядок более сложной информации – это видео. И точка приложения усилия, она как бы сама собой. Было понятно, что мы к этому придем. То есть, чуть ли не с самого начала. Несмотря на то, что системы видеонаблюдения компании Ваккорд превосходили конкурентов по производительности, клиенты не спешили их приобретать. Главным препятствием оказались недостатки интерфейса. Клиенты просто не могли оценить предоставляемые преимущества. Но к 2005 году развитие компьютерных технологий позволило оценить их в полной мере, и спрос на продукцию Ваккорда стал быстро расти. Вскоре компания заняла достойное место на рынке систем видеонаблюдений. Как выглядело то, с чего мы начинали, и то, к чему мы пришли. То есть, вот эта плата, она размером с небольшой аэродром, со здоровенной ИСовой шиной. Это уже современная PCI-ная плата. По производительности эта плата в два раза превосходит вот эту. Ну, а по размеру вы видите, как они отличаются. Ну, собственно, понятно, что технологии идут вперед. Закон Мура действует. Закон Мура. Закономерность, открытая в 1965 году сооснователем компании Intel Гордоном Муром. Согласно закону Мура, количество транзисторов на кристалле увеличивается в два раза каждые два года, что означает взрывной рост производительности микропроцессоров. Сегодня Ваккорд – быстрорастущая компания, которая поставляет свои решения крупным фирмам, организациям и даже целым городам. В центрах обработки вызовов «Мегафон» работает система Ваккорд Фобос CTI. Система записи телефонных вызовов Ваккорд Фобос Аудио установлена в службе скорой медицинской помощи Москвы. Территориально распределенная система видеонаблюдения Ваккорд Тахион в рамках федеральной программы «Безопасный город» установлена в Уфе, Хабаровске, Самаре и других городах России. Основой бизнес-модели Ваккорда является партнерская сеть. Помимо поставки оборудования и программного обеспечения мы предлагаем ряд сопутствующих сервисов. Это техническая поддержка, мы помогаем нашим партнерам решать их технические проблемы, это консалтинг, мы активно работаем с партнерами, особенно с теми, которые только вступили на эту дорожку, у них нет проектного опыта, мы помогаем им, часто делаем это совершенно бесплатно, только потому, что мы хотим, чтобы первые проекты, сделанные на нашем оборудовании, всегда завершались успешно. До 2011 года руководство Ваккорда никогда не привлекало венчурные инвестиции и не брало кредиты. Но в этом году сразу два венчурных фонда «Эсгрупп Венчурс» и «Лидер инноваций», созданные с участием капитала российской венчурной компании, решили проинвестировать Ваккорд. Компанию Ваккорд мы рассматриваем как будущего большого игрока рынка видеоаналитики. Ключевым здесь, видимо, является именно то, что Ваккорд обладает технологиями, которые позволяют анализировать некий видеоряд, который поступает на обработку с видеокамерами. Система трехмерного моделирования компании Ваккорд появилась вовремя. Сегодня она имеет все шансы стать широко используемым решением, поскольку компьютеры уже достигли необходимой мощности, и камеры с высоким разрешением стали широко доступны. Цифровые камеры становятся все больше хорошего качественного разрешения. В то же время возможность обработки изображения, особенно локальной камеры, тоже появляется. То есть компьютерные вычислительные системы становятся все мощнее и мощнее, потребляются меньше и меньше энергии. на единицу вычислительной операции. Все это позволяет уже в ближайшее время получить продукт, когда камера сможет в принципе анализировать уже само видеоизображение. Когда венчурные фонды вкладывают в компанию деньги, они оценивают не только технологии рынки и не только бизнес-модель компании. Они оценивают команду, ее способность принять вызов и добиваться успеха. Когда я пришел в эту компанию, на первых встречах с руководством я был буквально поражен. Я увидел, что в России еще остались компании, которые занимаются инженерным трудом, инженерной деятельностью. Это не просто покупка софта западной компании, перепродажа здесь. Это тут ученых, тут инженеров, которые, как ни странно, все еще востребованы. Вот это очень редкая ситуация. Таких компаний действительно мало. И, как я уже потом понял, это был один, наверное, самый главный критерий, по которому нас выбрали венчурные фонды. Бизнес Ваккорда связан с самой проблемной инновационной областью производством высокотехнологичных устройств. Именно этого из-за таможенных юридических проблем стараются избегать многие российские предприниматели. Производство реальных изделий это самый тяжелый сегмент особенно высокотехнологичных изделий. Потому что, в общем, на высокотехнологичные изделия должна работать вся индустрия в стране. То есть, это и материовое ведение, это и тонкие технологические процессы, это и точная обработка. Все эти технологии нам нужны. И если изменения сейчас есть, вот в общей ситуации, она тяжелая была в 90-е годы, в начале 2000-х, то они пока очень минимальны. Мы прямо чувствуем, как это трудно. Венчурные инвестиции нужны не только для разработки новых технологий, но и для выхода на глобальный рынок. В этом могут помочь опыт и связи венчурных фондов. В российской действительности существует много компаний с очень интересными технологиями, но то ли по незнанию, то ли из-за боязни они просто не хотят выходить на глобальный рынок, думая, что там столкнуться с какими-то совершенно уж непреодолимыми трудностями. На самом деле это не так. И при должной помощи, при должной экспертной поддержке эти вещи вполне можно делать. И мы надеемся, что именно это и случится с Ваккордом. На глобальном рынке технологии трехмерного моделирования, предлагаемые Ваккордом, интересны не только тем, кто отвечает за безопасность. Их применение гораздо шире. Одна из целей – это, например, виртуальный 3D-магазин. То есть мы берем, делаем модель человека каким-то образом, 3D-модель человека, и дальше показываем, как на нем будет сидеть то или иное платье. То же самое там можем сделать модель лица человека и посмотреть, как будут выглядеть на этом лице различные прически, различный макияж и так далее. Правда, построить виртуальный 3D-магазин можно и другими уже известными на рынке способами. А вот применение решений Ваккорда в киноиндустрии сделает уникальные методы, использованные, например, при создании фильма «Аватар», доступными и недорогими. Этого пока еще никому сделать не удалось. Мы можем брать какой-то объект реального мира, например, кузнечика, делать 3D-съемку этого кузнечика, его движение с разных сторон, дальше это дело оцифровывать, превращать это в 3D-модель, причем делать это очень быстро, и дальше этого кузнечика сильно увеличивать и превращать его в какого-нибудь монстра. Закон Мура продолжает работать. Мощность компьютеров растет, но ее нужно научиться разумно и эффективно использовать. Сегодня одним из самых необходимых приложений становится способность компьютеров видеть мир таким, каким его видит человек. Мы считаем и в это верим, что технологии трехмерного зрения они изменят мир. Это та инновация, тот необходимый элемент технологии когнитивной для того, чтобы распознавать объекты реального мира, которые позволят приблизиться к созданию искусственного интеллекта. Что станет главной целью разработчиков завтра? Помощь тем, кто охраняет наш мир или тем, кто пытается его преобразить на экране? Как говорят в бизнесе, ответит рынок. Но в любом случае мир вокруг нас объемен. И потому технологии трехмерного моделирования, над которыми работает Ваккорд, так нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова